ПОДПИШИСЬ! 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 Поворачивал, естественно Поставил плавный ход Разброс в стрельбе на ходу Очень-очень нужно Эффект минус 20 к максимальному разбросу И плюс 10 к скорости прицеления Потому что за 3 секунды Было сведение И ставить сюда Я не знаю, что-то другое В яблочко не было смысла Чтобы стабилизация более лучше была То есть надо было Как-то улучшить ребят Сведение И что в конечном результате По боеприпасам Ну по боеприпасам Ясно, бобсами Можно еще, конечно, других понаставлять Всякой фигне Но пока в основе тупо бобсами В туре, да, есть Там все дела Но тем не менее Пока не пользуюсь Это уже по желанию Дальше, ребят Запчасти Стоит автоматический Зип Малая аптечка И энергетика Ну скажу, что есть у танка Недостаток Он горит Есть такая фишка В нем И он Вот почему-то Загорается Есть такая фишка Так что можете В случае чего Там поставить себе Автоматический огнетушитель Так, ребят Дальше Самое главное Что нам надо Это оборудование В общем Первую ячейку Однозначно Чтобы перезарядку Уменьшить И разброс Естественно Мы ставим Усильный затвор Третий Дальше Отделение Третье Это ячейка По выбору Я поставил Хромированный канал ствола Чтобы сделать 0,4 разброс И четче летели снаряды И естественно Добавит Еще и Альфу Что дает нам возможность Ну Урон делать по тысяче Если поставить Третье заряды Да Немного больше Там Не знаю На 80 хп Думаю Где-то даст Ну там 1100 Может Ну и то не всегда будет Но зато будет Разброс 0,6 Пацаны Так что я не советую Ну Ваше Ваше решение Заряды там Или У меня лучше стоит Хомира на колоколе ствола Всегда я рассказываю Зачем я так делаю Почему Чтобы люди оценивали Для себя Что лучше поставить Система связи Вообще А там не универсальная Ачейка Тоже ни хрена не дает Очиститель воздуха Вот Разгон и скорость порота корпуса Оно разгоняется слабовато Да Вообще Даже с очистителем воздуха Слабовато Вот Что я могу сказать Танк огромный Огромный на самом деле Но его пушка Конечно Просто Шикарная Пробивается В принципе Армата Вот Вот первое Уязвимое место Второе Уязвимое место Третье Уязвимое место Вот самые такие Уязвимые места И конечно же Борта Борта Прошиваются Ну Как и у всех танков В принципе Одинаково Вот И Естественно Чтобы рассмотреть Хотя бы Как он в бою Себе представляет Надо поехать в бой Ну что ребят Поехали в бой В бой Так Ну что ребят Сейчас заценим Боек Вот Посмотрим На что способна Армата В принципе Вот Так что В первую очередь Оценим Подвижность Ее Скорость Поворота Корпуса Башни И тому подобное То есть Когда она В принципе В топе Ну Все что Могу сказать У нас Урановый Рудник Продвигаемся Мы На Вторую Линию В основном В плане То есть Разгоны Вы сами Видите Слегка Туговато Ну Уэнов Достаточно Вот Пушка Опускается Очень Хорошо Вниз Вот То есть Пока 30 Км Мы едем Ну Сами Понимаете Махина Огромная Так что Что тут В принципе Рассказывать Вот Ну Максималка У нее Самая Большая Из всех Десятых ОБТ Вот Под 80 Она едет Все остальные По 72 Км У нас Максимум Если ее Конечно Разогнать Ну Потом Ее тяжело Остановить Как бы Вот Можно даже Хорошо Таранить И Еще И Дать Плюху Помимо этого И будет вам Больше Больше Тысячи Можно Заторанить На 200 А если Легкие Там Так вообще На 300 Урона Снять В случае Чего Вот Ну Тем не менее Уже 50 Едет Мы Сейчас Подъедем Скорее всего К этой Позиции И уже Врагов Достаточно Для того Чтобы Начинать Нагибать Постепенно Естественно Самое страшное Чтобы не Выкатывались И не Показывали Дно Потому что Дно У танка Пробивается Но Тем не менее Я вижу Что Танк Я просто Без Сидения Практически На ходу И как раз Меня корпус Вниз Смотрит Вот И тем не менее Конечно же Меня Прошили Куда-то там Прошили Но тем не менее Вы видели То есть Дамаг Там за Тысячу Вылетел Забрал Бросает Дымы И естественно Стараюсь Спрятаться Как-то За холмик И танковать Но тут Серьезный Серьезный Союзник Который Просто Помогает Вот Тысяча Почти Сто Вылетело Еще Ну тем не менее Урон Проходит На ней То есть Чем она Отличается От других Танков Это Альфа То есть Вот Кажда С танка Свои Прибамбасы Но сведение Конечно Да хромает Что Нам надо Сводиться 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 Ребят Что тут Рассказывают Вот Зато Танк Уверенно Продвигается В принципе Броня Есть Ну вот Конечно И прошили Не знаю Конечно Куда Непонятно Не видно Вот Но Мы Двигаемся Хорошо Здесь Залетать В борта Конечно И накидывать То есть Мимо Пролетая Любого Танка В случае Чего Если Разогнаться Очень хорошо В плане Танкования Танкования В принципе Танк Может Танковать Что я могу сказать Может Танковать И все Вот Примерно Как здесь Я просто Еду Еду Разгоняюсь И все Лечу Вижу Танк Вот Останавливаюсь Делаю Выстрел На 1051 Хочу еще Сказать Что Результаты Боя Так как Это Все Таки Повтор Результаты Боя Я вам На сайте Покажу Вот Можете Запомнить Ники В случае Чего Потому Что Вот Нету Результатов У меня Этого Боя А покажу Вам На сайте Чтобы Все Было Четко Вот Как я Вам не говорю Живите Четко Не косящите Что Дальше Ну Уже 11-8 Счет Хорошо Хорошо Всегда Вот Работать На 10-х Уровне Просто В команде Вот К примеру Едет Сфинкс 1089 Хотя Я вам скажу Иногда Такие чудеса Чудеса Происходят Что Армата Не пробивает Сфинкса Вот Вижу Конечно Танк Ну А вот Он меня Прошил Ну да Он меня Прошил Альфа Не прошла Конечно Он меня Выцеливает Всякие Триплексы Топодобно Я конечно Пытаюсь выцелить Выцеливаю 1012 То есть Стиль Арматы Чтоб вы понимали Никаких Вертух Никакой Вот этой Все Самодеятельности Можете об этом Забыть Вообще Навсегда Это танк Который Сводится Но После Сведения Нормального Все Вы делаете Выстрел И вы получаете Этот орган Если вы будете Быстро дергаться Быстрые Всякие Левые Движения Делать То Ничего У вас Не получится Ничего Вы не Настреляете Только Остановился Только Полное Сведение И выстрел Ну конечно Если танк Бодается С кем-то другим И этот танк Стоит Бортом То можно Полусведение В половину Свестись И конечно же Все Вот здесь К примеру Я использую Труп Чтобы как-никак Выцеливаю Армату На Альянс Ред Какой-то там Непонятный И Забираем Забирает Еще одного И Что делаем То есть Скорость Поворота Компуса У нас В принципе Достаточно Так что Такой В принципе Я бы сказал Броненосец Просто Броненосец Огромный С Крутой Пушкой Которая Дает Альфу Ну вот То есть Вы должны Понимать Что на нем Нельзя На Абрамсе Играть То есть Быстро Влево Крутиться Там Что-то Какие-то Даже Разгоняться Там И того Подобного Он да Он едет Он Проехал Ему все равно Просто С этим Разберутся Тут Тут Конечно Вообще Серьезная Такая Получилась Ситуация Армата Едет Наверх Заезжает Девяностика Я пытаюсь Конечно Выцелить Он там Где-то Там Но он Все Понимает И прекрасно Прикрывает Армату Здесь Просто так Получилось Что Пришлось Себя Как говорится Зажать Слегка Вот Не пробивая Не пробивая Девяностика Но Девяностик Тем не менее Разворачивается И уже Понимаешь Что его Зажимает Сзади Еще один Девяностик А Мою Очередь Я понимаю Что меня Армата Хотела Сзади Просто Влупить Вот она Вот Смотрите Ребят Хотела Меня как-то Влупить Но Тем не менее Я успел Вовремя Довернуть Корпусом И конечно же Тут тяжело Было Стрелять Перестреливаться С ней Потому что Не видно Не видно Я думал Он довернет Корпусом Пытался Как-то Выехать Чтобы Выцелить Но Тем не менее Его забирают И Что я могу Сказать Теперь Конечно же Мы перейдем К результатам Вот такой Танк Который Все равно Может Танковать И тому Подому Так что Поехали Ребят К результатам Итак Ребят У нас Урановый Рудник Был Вот Смотрим Информацию Вот Как бы Немножко Не дотянул Один выстрел Чтобы быть В топе И по урону И по опыту Но тем не менее Как вы видите По опыту Я в топе Немножко Там Не дотянул На пару сотен Альфы Против Другого Игрока Лайка Баус Вот Но тем не менее 7900 дамага То есть Просто так 8000 дамага Настрелял В принципе Тоже ничего Такого сложного Прям Эпического Прям Не было В этом Бое Обычный Бой То есть Танк На котором Надо думать И Играть с умом Как говорится Ребят Так что Что я могу сказать Подписываемся На канал Ставим лайки Кому понравилось Вот И всем удачных Нагибов Живите четко Не косячьте Всем пока Субтитры